Приветствую вас, дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys. И сегодня у нас с вами отчаянной новостной выпуск, посвященный будущей редакции Warhammer Kill Sima. И сегодня мы с вами поговорим про Эквип. Вот мы уже, в принципе, многое знали об Эквипе и до этого. Нам уже потихоньку засвечивали, да, разные пайколы в предыдущих статьях. И, собственно, в большом сливе правил на Battle I-Port тоже мы уже узнали некоторые вещи про новый Эквипмент. Но эта статья всё равно открывает некоторые новые вещи, некоторые неожиданные вещи. Не только, кстати, про Эквип, но и про некоторые другие вещи, например, про остановку на первом ходу. Да, ну и также дополнительно немножко сделаем оговорку по поводу Obscure из предыдущего видео в качестве небольшого бонуса в конце. Вот. Ну что ж, давайте приступать к статье. Вышла она вот сегодня, 5 сентября. Я записываю, собственно, как добрался до компьютера. Итак, нам, собственно, что вообще будут показывать? Нам будут показывать Universal Equipment, да, то есть очередное, да, подтверждение, можно сказать, закрепление информации, что у нас есть лист именно универсального Эквипа, доступного всем бандам, да. То есть все банды смогут набирать себе Эквип из, собственно, вот этого списка. И про список мы как раз-таки поговорим, будут рассказывать небольшие особенности айтемов из этого штука, из этого пула в смысле, да. И вначале говорят про самую как раз-таки волнительную тему, и правильно делают, они сами это отмечают, да, будут говорить про гранаты. Потому что гранаты в актуальной редакции уходящие, это действительно, наверное, самая такая важная и сильная история, да. Потому что, как бы, команда всегда сильная, если у нее есть хорошая граната, да. И граната это чаще всего в целом залог силы. Ну, плюс потому что он позволяет, гранат позволяет, да, высаливать модели в консиле. Это самый лучший инструмент агрессии на первый ход, и вообще это в целом очень мощная и сильная штука. Ну, и помимо этого, она придется превращать вам одного вашего обычного бойца в дополнительного ганнера, пускай одноразового. То есть гранаты действительно некая очень важная схема. ГРВ боролась долго с гранатами, да, то есть оно еще в начале актуальной редакции запойтило их набирать больше одной штуки, да, каждого типа. Как раз-таки переработка гранат, она нас интересовала, наверное, больше всего. Вот. Итак, ГРВ в самом начале нам пишет, что вот раньше, да, мы нагружали своих оперативников краг-гренатами, а потом внезапно наблюдали, как их убивают какие-то вражеские снайперы перед тем, как мы эту гранату кинули. Честно, не знаю, как много людей теряло свои краг-гренаты от снайперов и ганнеров. Это, наверное, надо как-то очень плохо и неэффективно ставиться. Но, допустим, такое действительно случалось. Со мной такое не случалось. Я, бывало, терял гренаты в ближнем бою, но не от стрельбы. Вот. Ну и, собственно, да, оно закрепляет, что сейчас у нас будут именно токены, да, то есть именно физические какие-то, да, отображатели, а не просто обычные бумажные картонки, как это было до этого, что в целом здорово. Итак, вот с точки зрения правил, да, что наиболее важно, что TPI, Equip наш, как мы уже в целом как бы знали, это не конкретная штука, которой мы выдаем конкретной модели. Нет, TPI это как бы некая общая штука, которая вешается на наш киллтим. В принципе, мы это уже видели, и мы, собственно, об этом уже догадывались, да, по формулировкам Equip'а с Ционов и Веспидов. Но был вопрос, да, что будет с гранатами? Потому что, ну, гранаты выписывать саму киллтиму, это как-то странно, да. Не будут же у нас все там 10-12 пацанов бегать, типа, с какой-нибудь крыг гранаты. Это тупо, значит, наверное, какой-то Equip все еще будет выдаваться конкретной модели. И здесь ГВ, собственно, нас всех переиграла и уничтожила, потому что гранаты также выписываются не конкретной модели, а условно всему киллтиму. Однако у нас есть только две возможности гранату кинуть. Ну, смотря какие гранаты, тем не менее, но формат такой. То есть мы больше не выписываем гранату конкретной модели, у нас нет какого-то нашего конкретного гранадера. Нет, мы просто условно вот закупаем себе Explosive Grenade, или Utility Grenade, да, что нам больше нравится. И любая из наших моделей может кинуть эту гранату. Вот, единственное, что кинуть можно только, да, два раза за игру. Ну, точнее, как это работает, да. То есть мы выбираем два Choice, да, из универсального листа Equip'а. Это или вот взрывные гранаты, или Utility Grenade. Ну, и, собственно, наполнение — это две гранаты. То есть для Explosive Grenade, дамажащих гранат, мы можем взять или две фраг-гранаты, или две кряк-гранаты, или одну фраг-гранату и одну кряк-гранату, что нам больше нравится. В принципе, да, поятное разнообразие. Вот. Ну и, собственно, как раз-таки две наши любые модели могут эту гранату кинуть, когда им это понадобится. Что, конечно, очень сильно, опять же, изменит, скорее, воспалятие игры, да. Ну и баланс в том числе, потому что мы все помним, как тяжело, допустим, Хантер Клейду, да, без нормальных гранат. Это вот, наверное, была самая сильная проблема этой команды, да, в отсутствии, как бы, кряка гранаты. Ну, вообще, какой бы то ни было гранаты. Ну и можно вспомнить какие-нибудь там банды по типу Хиротек Сройкла некрайонского, где тоже вместо нормальной гранаты, там, какое-то посмешище, да. Можно вспомнить Крутов тоже без нормальных гранат, то есть вот эта штука, она очень сильно, опять же, а и балансит немножко игру, потому что у многих команд, как бы, не было в целом подобного сильного инструмента, который, опять же, инструмент очень сильный во всех отношениях. И как агрессивный первый ход, и просто как, ну, типа, очень мощная пушка, да, 4-5 АП1, как, по крайней мере, у нас была кряка граната. Это, ну, очень жесткий профиль, который легко убивает 80-ми вундовые модели. И он часто, по-русски, работал даже как, ну, типа, пушка кого-то убить на один раз. То есть это вполне себе работало. И вот теперь как раз-таки меня интересует вопрос аэ-баланс самих кряка гранат, потому что если мы будем брать, как бы, две вот кряка гранаты, как они есть сейчас, ну, это очень жестко, думаю, вы согласитесь, потому что, ну, профиль там очень хороший. Поэтому, возможно, я так полагаю, кряка гранату как-то немножко порежут, да, немножко уменьшат ей дамаг, или порежут ей, допустим, АП, то есть она будет без АП, допустим. Ну, интересно. Вообще мы, как бы, по профиле гранат не видели, то есть, возможно, их в целом сильно переработают. Может, там вообще не будет даже правила индирект в каком-то привычном нам виде. Кто его знает. Вот, потому что нам рассказывают именно про утилити гранаты. В утилити гранаты входит, собственно, две гранаты, это смоки и стан гранаты. То есть мы также берем, как бы, вот эту пачку и можем взять или два смока, или две станки, или не посадиться на одну дымовуху и одну станку, как нам больше нравится. И дальше нам, собственно, как раз таки рассказывается по его принципу работы. Вот, смок граната. Действие за один АПЛ, нам в целом это знакомо, да, мы выбираем, нам тьфу, точнее, мы просто вот решаем сделать это действие и далее кладем наш маркер смок гранаты, полагая вот эту как раз таки прекрасную штуку, в шести дюймах от нашего оперативника. Вот, точка должна быть видимо нашему оперативнику. Опять же, мы видим, что сейчас ГВ продолжает эту тему передвигать, что точка, куда мы что-то кладем, должна быть видимо оперативнику. Я считаю, это здорово, так должно быть. Или можно закинуть дым тупо на авантажку, которая, видимо, опять же, нашему оперативнику, то есть кидает куда-то наверх. Маркер создает вот область дыма, которая вот дюйм горизонтально и непосредственно идет вверх, да, куда-то бесконечно. Здесь меня, конечно, немножко забавляет, добавляет, ну, точнее, меня интересует как бы вообще объем этого маркера, потому что нам, конечно, говорится, что вот маркер, да, создает эту область дыма, которая вот дюймик горизонтально идет все в другие стороны. И это понятно, это в целом здорово, и у меня больше возникает вопроса, а как это сочетается именно с физическим маркером, вот этим вот, типа для чего он нам нужен, да, и как бы откуда мы мерим, потому что раньше, да, у нас, условно, смоу-гренад, это как раз-таки вот обычный, да, картонный там кругляшок, мы отцентрами меряем, как бы все дистанции во все стороны, все в целом здорово, и понятно, а вот здесь что? Мы еще вот от этой чачи меряем, типа дюйм горизонтально, и у нас, типа, вот условно такая, да, область дыма, или у нас все-таки условно точка, которая идет отсчет, она где-то вот в середине этого маркера, мы предполагаем, она как раз-таки, типа, дюймик сюда, дюймик сюда, и вот у нас в аккурат, как бы, облака дыма и вышла. Да, вот это мне пока что непонятно, потому что зачем-то же вот эти маркеры существуют, наверное, чтобы нам было удобно, то есть, вероятно, они как бы и заменяют с собой маркер дыма, и мы просто кладем его, и все нормально, но, короче, пока непонятно, немножко лично для меня. И воюди, как выше, они никак это не описывают, и ниже тоже. А тем не менее, как бы, что надо делать дым? Дым делает то, что он обычно должен делать, да, если наш оперативник, ну, не наш, а в самом любой оперативник находится целиком в дыму, считается в состоянии апскюра для оперативников далее двух от него, и, соответственно, наоборот, то есть, из дыма стрелять тоже нельзя. Далее, дополнительно, когда по нашему оперативнику в дымах кто-то стреляет, потому что, да, напоминаю, если вы упустили в будущей редакции стрелять в апскюре, можно будет, пусть и с существенным штрафом, и вот если наш оперативник стоит не просто в апскюре, а еще дополнительно в дыму, то наш оппонент теряет дополнительно еще и правила пирсинг, то есть, а это АП1, ну, и это на самом деле клево, да, ну, как клево, это просто весьма сильный дебаф, то есть всякие плазмы уже не будут убивать наши модели, стоящие в дымах, с такой эффектностью, что, в целом, весьма интересно. Ну и далее, да, то, что мы уже, в целом, видели из предыдущего, да, выпуска, где я говорил об обзоре Battle.ly Poet, да, они теперь не уходят непосредственно в начале хода, они уходят спустя DTI активации, собственно, последующего хода, да. Я там, правда, да, ошибся, написал 1 плюс DTI, там что-то все услышали, или я только услышал, что 1 плюс DTI активации, нет, просто DTI активации, но, тем не менее, здесь главная идея в том, что у нас дым не спадает, как бы, тут же, сразу, как только начинается следующий ход, а еще сохраняется какое-то количество активации, что позволяет нам какой-то маленький пласт дарим все же поиметь на следующий ход. Ну и далее, вот, как раз-таки, важная вот оговорка, которая, вот, дополнительно описывает функционал вообще нового принципа работы гранат, да, что оперативник не может совершать это действие, находясь в контроле ОРНЖ, ну, то есть, в ближнем бою, да, с аварежскими оперативниками, или, если мы уже достигли лимита использования подобного действия, да, то есть, если мы берем вот эту пачку утилити гранат и берем 2 смока, то вот мы можем кинуть смок 2 раза, и все, больше мы его кидать не сможем. Можем кинуть его, конечно же, любой моделью, но, тем не менее, только 2 раза, да, и это могут быть разные модели, если что, да, то есть, мы любой моделью, вот, можем кинуть смок. Одной кинули смок, потом другой кинули смок, второй, если нам сильно захотелось. Далее, стан гранаты, вот, я верно угадал, что это стан гранаты, потому что была мысль, что это плазма гранаты, нет, это вот стан гранаты, то есть, просто ГВ как бы выписала вот весь стандартный пак имперских гранатов всем, потому что, вот, раньше, да, был немножко дебилизм, что у нас есть имперские фракции, у них у всех вот как под завязку фрака-крака, ну, и на самом деле, под конец уже стали большинству давать тоже какие-нибудь станы и смоки, то есть, почти у всех имперских команд они в том или ином виде были, кроме Ханта и Клейда, да, но, как бы, Ханта и Клейд, это отдельная немножко тематика. Вот, стан гранаты, в целом, тут мы уже все видели и знаем, да, работает точно так же, кидаем оперативников шести от себя, ну, нет, изменился принцип, да, раньше стан гранату мы кидали в точку, и двух от нее мерили, как бы, цели, сейчас мы кидаем именно во врежского оперативника, то есть, тоже важное изменение здесь произошло, в оперативниках шести мы кидаем, и во всех других оперативников в дюйме от него залетает стан-тест, вот это некая новая история, возможно, мы увидим ее в большем количестве, также в будущей редакции, это вот некие стан-тесты. Собственно, чтобы стан-тест как-то проукнуть, надо кинуть Д6, да, и, собственно, если мы 3 плюс 5 кинули, то все хорошо, если мы кинули 1-2, то наш оперативник получает минус 1 апрел, да, то есть, стандартный дебаф на апрел появился на немножко другой принцип работы, опять же, да, если раньше мы кидали в точку, и мерили от области, сейчас мы кидаем в оперативника, и мерим в дюйме от него, что интересное изменение, то есть, мы будем куда меньше площади стан-гранатами покрывать, с другой стороны, мы также будем стан-гранатами, если что, дебафать и своих оперативников, да, если они оказались в дюйме от кого-то, из-за бавного, можно кидать стан-гранату, по крайней мере, по вордингу, в вражескую модель, которая стоит в ближнем бою с нашей, единственное, да, и наша, и вражеская модель будут потом проходить стан-тесты, ну, такое интересное изменение, главное, что они работают на 3+, да, потому что сейчас стан-граната работает на 4+, это, конечно, как бы такое себе, на 3+, вещь куда более стабильная и уверенная, поэтому посмотрим, что из этого получится, ну, и далее нам рассказывают про байкады, и байкады это здорово, потому что нас все интересовало, что же это за загадочные там такие плюшки стоят, и нам немножко рассказали про них, то есть, один тип байкады это хэви байкады, то есть, да, у нас полностью подтверждается тема, что они у нас полностью, да, скрывают каких-то оперативников, плюс потому что они большие, да, и дополнительно они дают самые лучшие каверы, то есть, хэви каверы, то есть, это нам полностью подтвердилось, и куда более интересно, это некие новые портабл байкады, это байкады, которые можно подбирать и носить с собой. Это, конечно, просто очень забавно, да, посмотрим, как это, ну, будет применяться на практике, будет ли применяться в принципе, но звучит, по крайней мере, как бы очень-очень смешно. Вот, насколько можно представить, все-таки они будут подниматься за действие, да, за пикап, который у нас, мы знаем, уже сохранился как действие, и, вероятно, да, мы просто будем за 1 апреля там пикапить баррикаду, с ней идти, и вот, непонятно, правда, надо ли ее доропать, чтобы она работала, или просто она работает по дефолту на ту модель, которая ее подобрала, в общем, тоже пока что, пока что интересно. И что важно, как раз-таки про хэви баррикаду и портабл баррикаду знать, что если мы их выбираем за эквипмент-опцию, мы берем именно одну такую баррикаду, то есть если мы берем себе условно опцию хэви баррикада, то она у нас в комплекте всего лишь одна, в отличие от двух легких баррикад, наших стандартных и любимых, которые никак не поменялись, они в пачке идут вдвоем, что в целом здорово, да. Они никак не поменялись, они такой же Light Terrain, единственное, изменился, опять же, условно принцип их выставления на стол, сейчас они все ставятся просто полностью на нашей половине стола, да, within our territory, и далее двух от остальных Equipment Terrain Fitch, ну, то есть от других баррикад, ну и от лестниц и еще от других приколов, что на самом деле также логично и здорово. Не позволяет нам ставить две баррикады варят, чтобы там не могли приходить модели. А далее, что нам важно, это то, что ГВ немножко здесь запорятало внутрь текста статьи, это то, как теперь у нас будет работать первый ход, да, это в целом немножко засветилось на айпорте, но я это в ролике с обзором айпорта не осветил, потому что не заметил и только постфактум как бы обратил внимание, а сейчас на первом ходу все наши оперативники начинают миссию в приказе Conceal, да, то есть у нас нельзя будет выставить никого в Engage на расстановке. Однако, также вот из инфы по поводу, да, баталайпорта и того, как это работает, как будто бы любая модель сможет приказ себе поменять на первом ходу, то есть очень странно. Мне вот пока что это изменение не очень нравится, просто потому что, ну оно дебильное, как бы оно не то чтобы как-то балансит там агрессию или пассивность на первый ход, да, то есть если у нас все в Conceal, ну как бы окей, но если у нас все могут поменять пайкас, то в таком случае и смысла большого в расстановке в принципе нет, да, то есть там, не знаю, раньше как раз был прикол, что вот ты ставишь там какую-то модель в Engage, специально для этого немного рискуешь, но зато у тебя есть шанс типа хорошо согрессировать на первый ход, это определенная интенсия, да, а если ты как бы не хочешь, да, агрессировать слишком много, то ты берешь опцию Infiltrate и типа огрессируешь одной моделью, но в большей безопасности. Если у нас все модели будут стартовать в Conceal, обязательно, и все модели смогут менять себе пайкас на первый ход, то, ну это во-первых убивает обилку Горенблейда, да, то есть им нужна будет другая обилка совершенно, ну и во-вторых это просто вот сильно ребалансит как бы первый ход и агрессию на первый ход, вот, что мне кажется не особо здорово, не могу точно понять зачем это было сделано, могу только предположить для того, чтобы сократить опять же время партии, потому что вот эти все темы там, кого в каком приказе выставить, они всегда занимали большое количество времени, если как бы подобная опция в целом будет удалена, то думать в целом не надо и остановка будет происходить быстрее, да, но я, конечно, считаю, что это упущение и определенный минус, посмотрим опять же как это будет в действительности, вот, ну по крайней мере мы знаем, что все точно будут начинать миссию в Conceal, а уж кто там будет менять приказ по ходу дела, это пока что остается определенной как будто бы загадкой, ну по крайней мере мне хочется верить, потому что если действительно на право все те, кто говорит, что приказ может поменять любая модель, и не в количестве одна штука, а в количестве всей команды, то это, я считаю, конечно, полный идиотизм, который немножко разрушает, ну по крайней мере архитектуру игры, как она была чуть-чуть, вот, но посмотрим, возможно мы просто как-то перестаруемся ментально, и это будет восприниматься хорошо. Далее нам также рассказывают про остальные штуки из эквипа, правда чуть менее подробные, без примеров правил, рассказывают про лестницы, которые, собственно, да, логично позволяют нам забираться на церене, единственное, изменился, как мы можем судить, сам вординг вот этого сокращения дистанции за клайм, потому что сейчас лестница нам позволяет подняться на следующий этаж, да, то есть на тай дюйма, насколько мы сейчас можем судить, за всего лишь один дюйм, то есть всякие, допустим, хэви-ганеры смогут спокойно за дюйм подниматься, там, за два приходить в свою базу, и вот в кого-то стрелять, что, ну, тоже опять хороший ай-баланс хэви-ганеров, потому что они немножко, да, страдали, если у нас вантажка не закрытая, то в целом загонять туда хэви-ганера чаще всего не имело никакого смысла. Вот, это инсайдсно. Посмотрим, как это будет работать. Далее немножко рассказывают про колючку, то есть колючка, да, она просто запрещает ходить, то есть через нее нельзя будет траверсить, насколько мы можем предположить, да, потому что, как бы, обычные баррикады, они все-таки траверсились, хотя сейчас у нас нет траверса, и как бы человек его знает, может, там тоже будет какой-то тест непонятный на прихождение, но пока все, что мы знаем о колючках, то, что колючки запрещают ходить, или как-то, по крайней мере, это усложняют. Ну, почему я сомневаюсь, что это будет именно запрещать движение, плюс потому что, если мы банально перекроем колючкой какой-то узкий участок на столе, это типа, это too much преимущество, да, на самом деле, против хтх-шных команд, но и против команд в принципе, да, потому что, ну, в киллсиме часто так стоят столы, что, ну, вот где-то, где-то можно вот одной буквально такой двухдюймовой штукой просто заблочить все возможные передвижения, да, опять же, тут прикол в том, что у некоторых моделей большие базы есть, да, там всякие сороковые, тридцать вторые, и вот если так хитро прикольно поставить баррикаду, ну, колючку, да, может казаться так, что в целом, как бы колючка там закрывает очень большой, на самом деле, участок на столе, поэтому я думаю, все-таки каким-то образом через колючки можно будет ходить, но, опять же, посмотрим, да, иначе это просто будет выглядеть слишком странно, по крайней мере. Ну, и, собственно, все, на самом деле, с точки зрения каких-то правил, вот нам еще раз показывают вот этот самый, да, пак универсального эквипа, то есть вот это все у нас будет, это все, кстати, на одного человека, да, то есть у нас на одного человека вот это две баррикады, две вот эти баррикады, две колючки и так далее, и вот этот пак с гранатами и лестницами, он у нас условно x2, то есть у нас как раз таки вот будет возможность, да, выдать два маркера кряки, два маркера, там, стана и так далее и тому подобное, единственное, да, что странно, непонятно, зачем эти физические маркера сейчас нужны, учитывая, что абсолютно любая модель может поименить, по сути, подобную механику, ну, наверное, да, просто выложить перед собой на стол, чтобы оппонент был в курсе, но звучит немножко идиотически, но окей, чем не бывает. И вот последний абзац нам немножко говорит про, что у нас вот есть, да, еще маленький наборчик, при котором мы не рассказали, вот Комс Девайсис, да, то есть есть определенное подтверждение тому, что эта антенка будет все же выполнять свою роль Комса и раздавать дополнительный АПЛ, что тоже само по себе очень стильно рейтбалансит игру. А мины, ну, полагаю, мины, понятно, что будут делать, там, как-то будут накидывать марталки припроходящей, а из них вопрос только в количестве марталок. И вот Амасташ, при которой мы уже знаем из айпорта, да, они у нас будут давать переброс кубиков стрельбу, да, если мы стреляем, находясь в дюйме от них, условно. Ну и вот эти, да, маленькие баррикады загадочные, это вот именно портативные баррикады, как мы можем сделать вывод, да, это легкие баррикады, это вот тяжелые баррикады, да, такие плотненькие, за которыми можно спокойно спрятать гвардейца, и вот какие-то маленькие легенькие, которые можно носить с собой. Непонятно только, почему их набывает две, если мы по правилам не можем повторять, скорее всего, equipment-опции, а они у нас в паке идут всего лишь в количестве одна штука, неясно, но возможно нам разрешат повторять также equip, за исключением каких-то отдельных приколов. В таком случае, да, оправданное их наличие в количестве двух штук. Вот такие, собственно, дела, вот такая у нас история про equip. В целом, не то чтобы сильно много нового, часть каких-то смущающих моментов появилась, как раз-таки в отношении, скорее, начала первого хода, в отношении того, как устроен дым, да, потому что я что-то немножко плохо понимаю, вот действительно, как этот маркер работает. Он нам просто целиком дает вот область дыма, да, без приколов, да, физическую. Или еще от него мы куда-то дюйм мяем, да, но если мы мяем на этой штуке куда-то дюйм, да, то у нас просто какое-то получается неравномерное распределение. В общем, я что-то, честно, не очень понимаю пока что принцип работы всего вот этого прикола, да, как бы. Попонятнее было на самом деле с маленькими крюгляшками, да, не посредственно картонными. Ну и, собственно, да, небольшая информация про equip. Я забыл, к сожалению, вывести что-то в картиночку с ним отдельную, потому что в прошлом видео я как раз говорил, что Obscure, да, у нас будет работать каким образом? Obscure работает, если мы стоим в дюйме от Heavy's Arena. Я это, собственно, там задвигал, и уверен был, что это, как бы, очень классно. Само по себе я считаю, что такой, по принципу, очень классный. И он действительно такой. Однако, на самом деле, в интернете, да, стало появляться много дополнительной информации, да, от людей, которые тоже посмотрели iPort и потенциально посмотрели его более внимательно, которые пришли к выводу, что, не посредственно, на самом деле Obscure работает, если мы стоим дальше дюйма от Heavy's Arena, то есть это дебильная немножко механика с нахождением дальше от Heavy's Arena. Она сохраняется, просто она теперь работает не на 2 дюйма, а в дюйме. И, собственно, я сначала в это не поверил, потому что на iPort'е было четко, и четкий такой момент, когда модель одного из игроков была в Obscure и для стреляющего, и заодно ставила кубик на кавер, да. Ну и, понятное дело, логично, мы не можем быть одновременно дальше дюйма и ближе дюйма, да, от Сарейна, чтобы получать и кавер, и Obscure. Однако, как оказалось, ну, как потенциально, да, оказалось это пока не то, чтобы сильно понятно или сильно точно, можно просто стоять так, что вот у нас Сарейн толстый сам по себе, вот, и мы как бы условно находимся дальше дюйма от его дальней от нас, да, стороны, толстой, но в дюйме от его близкой стороны. И в таком случае мы от Сарейна как бы одновременно и в дюйме, и не дальше дюйма, и ловим и Obscure, и кавер. И я думаю, вы понимаете, да, даже без какой-то дополнительной визуальной картинки, что это просто какая-то шизофрения и полный барет. Если это действительно так, то, типа, старый Obscure был намного лучше этой Хаэни, потому что старый Obscure, конечно, сама по себе вещь немного неочевидная, но она хотя бы, ну, типа, плюс-минус понятная, да, то есть ты или там нормально поставился в Obscure, но без кавера, или ты стоишь в кавере, но без Obscure, или ты там условно находишься не там, не там, в зоне смерти, ничего не получаешь, и ладно, ты плохо поставился. А здесь вот это всарятое Хаэнь с тем, что ты от Сарейна одновременно в дюйме и дальше дюйма, это, конечно, полный барет, и вот он совершенно неочевидный. То есть если это будет именно так, и вот этот, типа, загадочный абьюз, он никак не будет по фикшен, то, типа, это полный барет и очень плохо. Я надеюсь, что как-то говорят, типа, на PSA и Лизе, да, правил, как-то прокомментируют, изменят, как бы переделают. Я очень надеюсь, что на самом деле у меня не был приступ шизофрения, и действительно, да, Obscure работает именно находясь в дюйме от Хаэвит Сарейна, но просто это было бы хотя бы понятно, да, и не вызывало бы каких-то вапоросов, что это какая-то идиотская шизофреническая механика. Если она работает вот именно так, как она работает, да, что мы можем быть далее дюйма от Сарейна и получать Obscure, и при этом также получать кавер, потому что мы в дюйме от его стороны, как бы, толстенькой, ну, это полный барет, я думаю, вы понимаете с моих слов. Это даже, вот, типа, вот на визуальной картинке это выглядело бы, типа, как плюс-минус что-то адекватное, но я приуслов хочу это даже на слух сказать, чтобы вы понимали, насколько это же шизофренично, да, что вы можете находиться от одной и той же стенки одновременно ближе и дальше дюйма, да, просто вы будете дальше дюйма от ее внешней стороны и ближе дюйма к ее внутренней стороне. Это, конечно, полный барет, я надеюсь, что этого не будет в том или ином виде. Я согласен потерпеть Obscure, который работает далее дюйма от Сарейна, ладно, хер бы с ним, да, ура, у нас уникальная механика, да, нашей игры, что нужно стоять не ближе к Сарейну, а дальше от него, но я категорически против того, чтобы была вот эта хрень с кавером и Obscure при таком случае, потому что это уже абсолютный барет и так быть не должно. Просто в какой-то нормальной здоровой игре, которая не старается вокруг абьюза типа банальных своих механик. Вот, если, конечно, это сохранится, то это уже полный, да, факап. К сожалению, к сожалению, да, но будем надеяться, что это в таком случае быстро исправят, да, всё-таки. Вот, ну вот такие, собственно, у нас истории про Эквип и про Апскюр. Надеюсь, этот ролик показался вам информативным, полезным и интересным. Если так, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Я стараюсь на них отвечать, стараюсь за них следить. Ну и также подписывайтесь на наши соцсети, ВК, Телеграм и, конечно же, Бусти, где вот уже скоро будет итог розыгрыша команды, да, там можете по ссылке переходить, смотреть. Ну и, конечно же, там все подписчики Бусти получают место в титрах и мою любовь. Люблю вас, Бусти, подписчики, вы самые лучшие и замечательные котики на земле. Вот, ну а за всем все. Как бы играть в Kill Team, играть в Kill Team осознанно и не абьюсьте сильно обычные базовые механики. И пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч и пока-пока.